МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей новостей. С вами я, Адель Сальхов. Сегодня в нашем выпуске. 2018 год объявлен годом Льва Толстого. Что ожидать? Сезон травм объявляется открытым. О вашем здоровье позаботятся ученые Казанского федерального. Названа возможная причина голубой вспышки над Татарстаном. Наступивший 2018 год в Казанском федеральном университете, как и во всем Татарстане, назван годом Льва Толстого. В связи с этим в Казанском федеральном университете будут реализованы проекты и мероприятия, посвященные великому студенту-альмаматор. 2017 год в университете прошел под эгидой Николая Лобачевского, строителя Казанского императорского университета. За этот год в Альмаматоре прошел цикл лекций известных математиков и других ученых. Открыт дом музея Николая Лобачевского, который пытались реставрировать три раза за минувший век. А также была вручена премия имени Николая Ивановича Лобачевского Ричарду Мелвину Шену. Не менее вспоминающимся и торжественным выйдет 2018 год, ведь в КФУ и Татарстане он назван годом Льва Толстого. В Казанском федеральном пройдут множество проектов, учреждения медалей и событий, которые будут посвящены великому писателю и тому отпечатку, что он оставил в нашем университете. Создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующая премия. Но мы предполагаем или желаем, чтобы было две премии в разных областях, в области лингвистики и в области литературы. На заседании ученого совета в июне 2017 года было утверждено проведение 2018 года в КФУ как года Льва Толстого. Инициатива университета была поддержана президентом Республики Татарстан Рустамом Минихановым. 21 сентября 2017 года он подписал указ об объявлении 2018 года в Татарстане годом Льва Толстого. В нашем университете, в Республике Татарстан и по всей стране отмечается день рождения классика русской литературы. Некогда студента Казанского императорского университета Льва Толстого. Последние годы Институт филологии и межкультурной коммуникации носит имя Льва Толстого. Соответственно, на уровне университета мы координируем мероприятие, связанное и с юбилеем, и со всеми мероприятиями, посвященными творчеству и биографии Льва Николаевича. Казань и Казанский императорский университет сыграли в судьбе Толстого огромную роль, но немногие об этом знают. В Евгении он бы проявил себя везде, где бы он ни оказался, он бы все равно нашел пути для своей реализации. А с другой стороны, Казань, конечно, этому очень много поспособствовала. Причем даже не те годы, которые Толстой провел просто в доме своей тетушки Юшковой, где он получил домашнее образование и где к нему приходили домашние учителя и так далее. Не просто впечатление города, но именно университет. Всего Толстой провел в Казани 6 лет, и, возможно, эти годы оставили большой след в его жизни. Ведь считается, что горящая Москва в романе «Война и мир» – это впечатление от сильнейшего пожара в Казани 1842 года, которому он был свидетелем. Диана Шилова, Универньюз. Практически каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось подвергаться физическим травмам. Многие из них вспоминаются как досадное недоразумение, а другие – как серьезный отпечаток на всю дальнейшую жизнь. И, к сожалению, первой помощи диагностики и курсы реабилитации становятся недостаточно. Что необходимо для того, чтобы восстановиться после серьезных травм, выясняла Адель Шамилова. Поражение спинного мозга. С этой неприятностью сталкиваются многие, а особенно в зимний период, когда на дорогах господствует гололед. Только вот результаты лечения травм спинного мозга не всегда имеют удовлетворительный результат. По-прежнему требуют разработки и внедрения не только новые терапевтические протоколы, но и объективные методы экспресс-подготовки. В связи с этой актуальной проблемой в Казанском университете идет поиск новейших методов борьбы с дегенеративными процессами в центральной нервной системе. Осознавая все это, молодая исследовательница КФО поставила перед собой цель найти механизмы патогенеза заболевания, а также терапевтические мишени и биомаркеры. Так как патогенез травматического повреждения спинного мозга многогранен, я считаю, что необходимо в будущем разработать адекватный протокол ведения таких пациентов, который бы приписывал на каждом этапе посттравматического процесса в острый, подострый период и хронический свою определенную терапию, которая была бы направлена на различные звенья патогенеза. Стоит принять к сведению, что биомаркеры – это показатели, которые используются как индикаторы болезненного состояния человека. Они же свидетельствуют о степени дегенеративного заболевания нервной системы, способны хотя бы потенциально иметь прогностическое значение и помочь врачу в выборе оптимальной терапии. В подострый период, я считаю, что можно и нужно проводить клеточную терапию, как раз в этот период возможно проводить и аутотрансплантации собственных стволовых клеток пациентов. Ну и, конечно, хронический период, он требует более детального изучения, какие терапевтические мишени, на какие терапевтические мишени необходимо в этот момент воздействовать. Разрабатываемые нашими учеными способы терапии основаны на понимании зарождения и развития болезни на молекулярном уровне и направлены на так называемую доставку факторов, обладающими иммуномоделирующим действием. Однако все это лишь начало пути. Ведь на сегодняшний день еще ни разу не была проведена полная оценка биомаркеров травматических повреждений. Так что можно не сомневаться, у данного проекта большое будущее, и вряд ли наши ученые остановятся на достигнутом. Нелегко построить карту там, где все объекты находятся в постоянном движении. Речь идет о построении макета целой Вселенной. Впрочем, существующие трудности не останавливают наших астрофизиков, которым уже удалось создать так называемую «карту Вселенной». Что это такое, узнаем прямо сейчас. Имена лауреатов крупнейшей научной премии прозвучали на весь мир. Размер награды составляет 3 миллиона долларов. Премия досталась команде астрофизиков из США, которые построили детальную карту ранней Вселенной. Ученые сделали это при помощи космического аппарата НАСА, предназначенного для изучения релективового излучения, образовавшегося в результате Большого взрыва. К слову, составлением карты Вселенной уже не первый десяток лет занимаются ученые всего мира. И в России они тоже есть. Например, группа ученых Казанского университета не первый год занимается разработкой такой карты. Главным средством для этого является университетский телескоп, работающий по системе рентгена, установленный в Турции. И вот выяснилось, что наш телескоп имеет возможность наблюдать в оптическом диапазоне те объекты, которые будут обнаруживаться в рентгеновском диапазоне. По карте наших ученых понятно, что видимая материя составляет всего лишь 5% Вселенной, а 70% занимает темная энергия. Будут обнаружены с помощью этого телескопа скопления галактики. И вот предыдущие наблюдения рентгеновских говорят, что в центре этих галактик, кроме самих галактик и звезд, находится горячий рентгеновский газ. Откуда он там взялся, почему он там существует, не ясно. Но этот газ содержится внутри. Что-то удерживает этот горячий газ. Мы, ученые, предполагают, что там есть вот та субстанция, которую мы называем темной материи. Изучая полученные данные, специалисты рассчитывают прояснить природу темной энергии и выявить новые закономерности в расширении Вселенной. Ведь темная энергия и по сегодняшний день является загадочным нечто. И дать ответ на вопрос, что же это все-таки такое, пока не может никто. Адель Шамилова, Роман Самарин, Ульверньюс. В нашем следующем сюжете мы попробуем приоткрыть завесу еще одной космической тайны, которая не на шутку взволновала всю страну. Что на самом деле вызвало необычную голубую вспышку в небе над Татарстаном, выяснял Олег Кашин. В социальных сетях уже несколько дней активно обсуждают необычное явление, которое произошло в республике Татарстан. Жители набережных Челнов, Нижнекамск, Елабоги и других городов и сел стали свидетелями голубой вспышки, происхождение которой никто не может до конца объяснить. В ночь на 7 января на короткое время стало светло, как днем, а после послышался хлопок, а по земле прошла вибрация. Очевидцы голубой вспышки сразу стали предлагать свои теории. Кто-то считает, что это были инопланетяне, другие же видят в этом религиозный знак, ведь событие произошло в религиозный праздник. Директор астрономической обсерватории имени Энгельгарды, сотрудник стратегической академической единицы островызов Казанского федерального университета Юрий Нефедиев опроверг данные теории, объявив их ненаучными. Юрий Нефедиев считает, что из возможных вариантов происхождения голубой вспышки можно назвать только две. Техногенную вспышку в атмосфере или на поверхности Земли и атмосферное электричество. Оптическое явление в атмосфере чем-то напоминает мираж, который произошел из-за низких облаков, которые отразили далекую вспышку, подобно зеркалу. Важно отметить, что подобные вспышки уже наблюдались ранее, несколько лет назад в Московской и Саратовской области, а также в 2016 году в Набережных Челнах. Несмотря на все теории и догадки, официально подтвержденной информации по этому явлению пока нет, но тот факт, что вспышку запечатлели множество камер, позволит ученым разобраться с этой загадкой. Олег Ашин, Универньюс. На этом все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.